Эфир канала продолжает новости в студии Яна Аксенова. Здравствуйте. Алтайские следователи предъявили обвинение 19-летнему Барнаульцу, который убил своего приятеля под воздействием наркотиков. Трагедия случилась днем 27 февраля в одной из многоэтажек на улице Матросова. В определенный момент он беспричинно стал набрасываться на присутствующих и наносить им удары предметами быта, а затем нанес своему 18-летнему другу множественные ножевые ранения, от которых последний скончался на месте происшествия. После этого молодой человек с ножом в руках выбежал на улицу, где его впоследствии задержали сотрудники полиции. Сейчас следователи Следственного комитета готовят ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. А я продолжу. В Алтайском крае поддерживают молодежный бизнес. В прошлом году в регионе гранты на общую сумму 23 млн 689 тысяч рублей получили 49 алтайских предпринимателей. Максимальная сумма гранта составляет 500 тысяч рублей. Больше всего гранты получают проекты, связанные с продажей еды, пошивом одежды, изготовлением мебели, здоровьем, спортом, а также связанные с социальными услугами. Татьяна Казанина из Барнаула долгое время работала флористом. Эта работа вдохновила девушку, что однажды она задумалась об открытии собственного салона цветов. Мой путь становления, наверное, в виде предпринимателя начался с того, что я проходила обучение в мой бизнес, где помогли узнать некие нюансы поведения бизнеса, какие-то риски или, наоборот, то, с чего нужно начать. После обучения Татьяна подала заявку на молодежный грант. На полученные деньги сняла помещение, закупила оборудование и материалы для букетов. Алтайский край представили на фестивале «Игры будущего». В Бийском районе прошла Олимпиада сельских спортсменов, а баскетбольный клуб «Барнаул» проведет первый матч после двухнедельного перерыва. Подробнее о новостях спорта расскажет Вадим Слюсарев. Алтайские кибератлеты выступили на первом международном мультиспортивном фестивале «Игры будущего». Главной площадкой для проведения турнира, не имеющего аналога в мире, стала Казань. Рубцевчанин Кирилл Осипенко в составе отечественной команды «Бионт» выиграл турнир по компьютерной игре «Мир танков». Барнаулец Дмитрий Сухов стал победителем «Игры будущего» по кип-атлетике. На соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями здоровья он выступил в составе команды «Русские киборги». До сих пор свое выступление продолжает Федор Ромашов из Новоалтайска. Сегодня он примет участие в финале турнира по спортивному программированию. 37-я Олимпиада сельских спортсменов Бийского района прошла в селе Лесное. В соревновательную программу вошли футбол, хоккей, лыжные гонки, шахматы, палеотлон, состязания спортивных семей и рыболовный спорт. Олимпиада собрала 350 участников из 11 команд сельских советов. По итогам всех стартов чемпионами стали хозяева соревнований сельсовета «Лесной». Заринский биатлонист Данил Серохвостов, представляющий сборную России, провел мастер-класс в Катуньском заповеднике. Победитель и призер этапов Кубка мира ответил на вопросы юных спортсменов Верхуйманской школы и Усть-Коксинского дома детского творчества. Данил показал базовые элементы и упражнения на координацию, которые должен знать начинающий лыжник. Прокатился с детьми по трассе, а также показал, как правильно стрелять из винтовки. Баскетбольный клуб «Барнаул» после двухнедельного перерыва возобновляет выступления в Суперлиге. На выезде горожане встретятся с Челлбаскетом. «Барнаул» находится на пятом месте в чемпионате, их соперники на четырнадцатом. Добавляет огня этой встрече, что уральскую команду тренирует Евгений Горев, бывший наставник барнаульцев, который вывел команду в подэлитный дивизион российского баскетбола. Вадим Слюсарев, Новости. Следующий эфир в 10.00 проведет мой коллега Владимир Токмаков. До встречи.